Русский антисемитизм Он касается именно русского мировоззрения Это что, ненависть ко всем евреям? Что-то такое непонятное Можно испытывать ненависть ко всем немцам, например, во время войны Или ко всем американцам, когда современная пропаганда промывает нам мозги Да нет, сколько бы такая пропаганда не предпринимала усилия, ничего не получается Ничего не получается и люди по-доброму общаются между собой Если у них представляется такая возможность Заведомо всех представителей какой-то этнической или религиозной Или какой-либо другой группы считать преступниками, негодяями или подлецами Да нет, такого просто не случается Поэтому все эти выдумки про антисемитизм Предназначены исключительно для так называемой правоохранительной системы Которая на самом деле является просто репрессивной системой Стремящейся к уничтожению русского народа Поэтому русским приписывают антисемитизм и ищут его целенаправленно В высказываниях тех или иных людей, которые оказываются неугодными И с ними можно расправиться вот таким образом В то же время мирозренческий вопрос Это отношение русских к определенной категории людей Имеющих принадлежность или считающих, что они принадлежат к... Я не могу назвать евреев народом Потому что я не вижу признаков народа Единого языка, какого-то сходства черт Какого-то сходства характеров Какой-то единой истории Ничего нет, кроме заявления о том, что человек ассоциирует себя с евреями При этом никакого единства в языке, культуре, религии не существует Евреи могут быть и иудеями, и христианами Или атеистами, воинствующими или не воинствующими Поэтому такую общность рассматриваю просто как общность этнонима Некий этноним имеется И поэтому имеется некая общность Но по отношению к этой общности Никто не высказывает какого-то негативного отношения Кроме людей весьма недалеких Потому что за всю свою жизнь С каким количеством евреев вы сталкивались? Если с более или менее значительным, скажем, свыше 100 Тогда вы видите, насколько дифференцирована эта общность Поэтому к ней невозможно относиться однозначно И всех определять через принадлежность к этой общности По характеру или по каким-то негативным чертам, которые вы замечаете Тем не менее, негативное отношение к общности другой Гораздо более компактной Присутствует эта общность Я бы ее назвал еврейство То есть это некая категория лиц Которые не только соотносят себя с этнонимом евреи Но и деятельно атакует всех тех Кто проявляет хотя бы какой-то негатив Хотя бы к одному какому-нибудь еврею То есть антисемитизмом эти люди называют Негативное отношение хотя бы к одному еврею Публично высказанное или подразумеваемое Неважно, если эти люди считают Что вы хотя бы к одному еврею относитесь негативно Они будут вас считать антисемитом Даже если вы выругались в отношении какого-то человека А он оказался евреем То это будет расценивано как антисемитизм Ну, примерно так же действует и нынешняя правоохранительная система Если ей нужно кого-то зацепить И какое-то слово сказано Значит, будет вот именно так Любое проявление негатива Который направлен, может быть, даже неумышленно В сторону какого-либо еврея Или какого-либо явления Исходящего из вот этой узкой группы еврейства Будет расцениваться как нечто не просто предосудительное А подлежащее преследованию Это, конечно, печальный факт на территории России Существование подобных правил И да, получается так, что долг русского интеллектуала Разбираться в этом вопросе Докапываться до сути дела Тем более, что конфликту между христианами и иудеями Две тысячи лет И откуда взялся этот конфликт Почему он до сих пор является актуальным В чем дело? Только лишь в вероисповедальных различиях Но у христиан с мусульманами различий, наверное, не меньше А с буддистами, может быть, даже и больше А есть нечто иное Есть конфликтность, которая отражается на всех сторонах нашей жизни Не только на религиозной Хотя религиозная сторона, в общем-то, отражается на всем И если этот конфликт существует Он воздействует и на другие стороны нашей жизни В том числе на жизнь политическую, на жизнь государственную На правовую систему, как уже я сказал Откуда взялся этот конфликт И каким образом его можно было бы преодолеть Преодолеть, как оказывается, в нынешней системе невозможно Нацистов обвиняют в том, что они ставили задачу истребления евреев Такой задачи не поставлено нигде Я разбирался в этом вопросе Есть словосочетание Окончательное решение еврейского вопроса А, говорят люди, которые склонны к тому, чтобы всех обвинять в антисемитизме Это окончательное решение может быть только уничтожение Это не так, этого не было Это не было ни в политике нацистской Германии Не в теории Окончательное решение – это выселение евреев в Палестину И по этому поводу было специальное соглашение с сионистскими организациями у нацистского правительства Это широко известный, хорошо известный факт профессионалам-историкам Мало известный для обычных людей Было такое соглашение по переселению евреев в Палестину Германское руководство, я думаю, что это касалось не только нацистов Всегда считало, что еврейский элемент деструктивен на территории Германии И всегда готовы были поддержать переселение евреев куда-нибудь в другое место Ну вот, такое соглашение было заключено до войны И такое переселение происходило Но я хотел бы о другом Меня беспокоит вопрос о том, что мои размышления на эту тему вызывают либо нездоровое любопытство Либо нездоровую злобную реакцию И эта реакция может, конечно, вылиться в какие-то крайне неприятные для меня вещи Хотя я в этом вопросе исследователь Я бы хотел решить окончательно еврейский вопрос разделением Либо ты еврей, либо ты русский А господин Шаперон о телевидении мне стал рассказывать, что он одновременно и русский, и еврей Я ему тогда сказал, и к моему удовлетворению это пошло в эфир Что надо выбрать, либо ты русский, либо еврей И жить сообразно такому выбору Поэтому вот это я бы считал окончательным решением еврейского вопроса Либо ты русский, говоришь по-русски Живешь в России преимущественно Здесь твои корни, здесь твое отечество Либо ты еврей, и тогда у тебя новая родина придумана Израиль Преимущественно евреи должны жить в Израиле Разговаривать на своем восстановленном языке Если это им нравится, пусть разговаривают на этом языке В России надо быть русским В Израиле надо быть евреем Вот и все Разные народы могут жить в одном государстве? Конечно, могут Но одни хозяева, другие гости Даже если они здесь проживают как традиционная диаспора Очень долго Это не имеет никакого значения Хозяина России, а есть один только русский народ Вот то, что сказано, так и должно быть У нас, к сожалению, прямо все наоборот И еврейский компонент во власти, как большевики, ее захватили, так и остается до сих пор И, конечно, это не может не тревожить любого русского человека Вменяемого русского человека В таком случае получается, что каждый вменяемый русский человек В глазах вот этой русоненавистнической компашки Будет антисемитом То есть, вот это еврейство На территории Российской Федерации России, или Большой России, точнее Рассматривает всех русских Как потенциальных антисемитов То есть, потенциально уже виноватых Перед еврейством прежде всего И перед всеми евреями всех времен И среди всех народов Или уже не потенциально А реально виноваты Если хотя бы слово слетело с уста русского человека В виде негатива В отношении евреев Я вспоминаю свою жизнь И свои столкновения с евреями Когда это происходило вообще Ну, представьте себе Там, Советский Союз Я тогда был еще школьником Было ли какое-то разделение по национальностям В детской среде его совершенно не было Ну, я знал, что там у меня в классе учатся грузин Ну, у него фамилия такая Грузинская Поэтому он и грузин А во всем остальном Он такой же, как все остальные Были ли среди моих соучеников Одноклассников евреи Я не знаю Потому что, ну, никто не делился Тогда на какие-то народности Никто не высказывал негативные отношения Но однажды в пионерском лагере Когда я был И я прочно забыл этот эпизод А потом он как-то вспомнился Именно в связи с тем Что еврейский вопрос Для меня был поставлен Не я его поставил А мне его поставили Вот эти представители Так называемого еврейства Вот этой узкой группы Чрезвычайно активных Агрессивных И русофобски настроенных людей И вот этот эпизод Я вспоминаю Каждый раз Он довольно характерен Как воспитывали еврейских детей В еврейских семьях Это, конечно, случайность Что в пионерский лагерь Отправили еврейского ребенка Воспитанного в еврейском духе Что-то чувствовали дети В отношении вот этого парнишки Такого полнотелого С фамилией соответствующей Сейчас не буду ее произносить На всякий случай Я ее вспомнил Но могу и ошибаться Поэтому зачем такие вещи допускать Не буду Какое-то негативное отношение К этому еврейскому мальчику было Хотя никто не спрашивал Еврея Он не еврей Он сам потом стал навязываться С этим вопросом И поскольку я его все время защищал От нападок Которые обычно происходят В детской среде То он мне поведал страшную тайну Что, оказывается, Эйнштейн был евреем Кто там еще? Карл Маркс был евреем В общем, все какие-то вот великие люди Которых я мог бы вспомнить Они все почему-то оказались евреями Что это означало, я совершенно не понимал Я и толком не понимал, кто такие Эйнштейн и Маркс Я слышал про них Но, собственно, в чем их величие состоит Кроме того, что говорят, что они великие Я сказать тогда не мог И с этим парнишкой произошла история нехорошая Он украл часы у одного из тех, кто был рядом с ним И был изоблечен Еще кроме того, что он был изоблечен Он еще и признался в такой негативно-циничной форме Я хотел отомстить своему обидчику Поэтому я это и сделал И ко мне ребята обратились Ну ты же его защищал все время А что вот теперь с этим делать И мне нечего было сказать Я сказал, что расплата за это, конечно, должна быть И побили этого парнишку таким ритуальным способом В кружок его поставили И каждый дал ему по физиономии Я представляю, какой мизантроп вырос Из этого мальчика Который, конечно же, ненавидел абсолютно всех То есть ему с детства было это заложено А родителям ему было заложено вот то поведение Которое я описал Конечно, я забыл этот эпизод И вспомнил только к случаю Действительно, когда вдруг оказалось Что еврейский вопрос поставлен И в моей судьбе должен сыграть очень существенную роль По крайней мере, так решили какие-то люди С которыми я знаком не был А с некоторыми, по несчастью, оказался знаком И все началось с того, что я, как исследователь Еще в начале 90-х годов Начал разбираться в вопросе этнофобии И в том, что такое этнический экстремизм Шла Первая Чеченская война Это начало, если вы помните, декабря 1994 года Я решил написать большую статью И потом она вошла в сборник под названием «Русский строй», который я как раз и отредактировал И в нее вошли статьи различных авторов И моя статья, где среди экстремизмов Также указывался и еврейский экстремизм Который невозможно обойти по русской революции И там еще у меня приблудилась посмертная записка Бунге Который как раз описывал те меры Которые необходимо в разрешении еврейского вопроса предпринять И представил посмертную записку государю И вот с этого момента, видимо, именно с этого момента Все началось И тут что-то произошло с человеком Фамилию, которую я могу произнести Он уже в мире ином Господь поругаем не бывает Долгих лет он ему не отпустил Это Владимир Прибыловский Такой человек, который работал на спецслужбы Создавал целую Такую разветвленную экспертную базу Под названием Лабиринт Где все Но считалось, что все политики учтены Но больше всего интерес у него был К русским националистам К тем, кого он называл ультраправые Ну, любой националист Для представителя еврейства А Прибыловский как раз к этому еврейству и принадлежал Считались ультраправыми И вот у него такие были сборники печатные Которые он публиковал Там ультраправые в России И те, кто относил себя к ультраправым Почитали за счастье Дать интервью Прибыловскому Чтобы он чего-то там Тоже их там учел Но на самом деле это была электронная база Поисковая С всякими сплетнями, которые туда были внесены И если один раз человек с кем-то поговорил Или с кем-то состоял в одной организации Пусть и коротковременно То там он учитывался Эта связь учитывалась как существующая И таким образом получалось Что с каждым годом Вот эта база наращивалась Наращивалась И в глазах так называемых чекистов Я думаю, что это тоже часть По крайней мере чекистов входит И очень плотно срослась с еврейством В глазах вот этой части Правая альтернатива, скажем так Стала невероятной Она выросла в сравнении с реальностью Многократно, наверное, стократно И поэтому репрессии против русских националистов Начались еще в 90-е годы Так вот, этот человек стал писать на меня доносы Я работал в учреждении, которое Можно было сказать Под Кремлевским Российский общественно-политический центр Вроде как я был одним из создателей Этого центра Еще до госпереворота 93-го года И меня туда пригласили Я согласился, пошел работать И занимался там делами Которые были интересны руководству и мне До тех пор, пока эти интересы совпадали Я там работал Но вот как раз мой интерес начал исчерпываться А прибыловские компании начали писать на меня доносы Сначала мне написали донос на моего сотрудника Я никак не отреагировал Но коль скоро так, значит будем писать доносы руководству Руководство меня вызвало и сказало Вот тут на тебя пишут И мне эти факсы, которые присылались Были переданы Я их прочел Ну сказали, работай, не беспокойся Мы же понимаем, что это такое Но оказалось, что следующим этапом были доносы К учредителям этой организации Доносы в администрацию президента В правительство Москвы Доносы уже на мое руководство Ну и итогом, конечно, было то, что я ушел из этой организации Но я запомнил, что существует такая вот влиятельная структура Переплетенная с Лубянкой Имеющая какие-то связи на Лубянке Имеющая связи с русской, в кавычках, эмиграцией Потому что даже в эмигрантской газете написали Гадость по мою душу Вот какие-то там журнальчики они выпускали Тоже там вот про правых экстремистов И туда в меня вписали И так далее Вот еще один Ну это как бы для меня был некий этап В понимании И в дальнейшем я, конечно, уже еврейский вопрос Не пропускал мимо внимания Он для меня существовал Коль скоро он даже в моей судьбе был отмечен Не просто интеллектуальный Вот попытался в эту сторону хотя бы взгляд бросить И уже все, я попался и попал на учет Вот еще один эпизод замечательный Я вспоминаю в Конгрессе русских общин Куда я перешел работать И на выборах 99-го года Почему-то в штаб-квартиру Конгресса Пришел познакомиться Еврейский журналист Авикдор Эскин Он до сих пор где-то жизнедеятельствует И славен он был тем, что попал в тюрьму Видимо, очень ненадолго Ну, по крайней мере, легенда такая Что он попал в тюрьму за то, что он С виными окорочками обстреливал где-то там В Иерусалиме какую-то мечеть Ну, хулиганил зато и получил какую-то санкцию От правоохранителей Ну, неважно Я его потом видел на телевидении Тут его тоже приглашают Как такого большого эксперта Русскоговорящих, иудей Все подходит Именно под стандарты телевидения И тогда вот он пришел с какого-то перепугу Знакомиться с Конгрессом русских общин Ну, видимо, слово русский Оно всегда вызывало В названии организации есть слово русский То, конечно, в лабиринт к Прибыловскому Такая организация попадала И фактически это означало, что она на учете У чекистов и русофобов Вот этого извода Из группировки, которую я обозначил И вот этот человек пришел Что он там с Дмитрием Рогозиным Беседовал о чем-то или нет Я не знаю Но поскольку работа велась достаточно активно Двери были открыты Он как-то зашел Или его завели, не знаю И на столе у меня увидел книжку Только что вышла книга Сборник статей Которую мы с Владимиром Авдеевым выпустили Расовый смысл русской идеи И он так слегка впал в шок От того, что такая книжка лежит Но она только что вышла И лежала поэтому у меня Я там ее листал с большим удовольствием Что вот такая уникальная книга вышла И затеялся с каким-то разговором Слово за слово Что-то такое там раздраженное Сказал наш адрес И ушел Ушел навсегда И слава богу я и забыл об этом Но нет, нет Эта вот цепочка продолжала работать Как бы передачи некоего сигнала От таких не в меру активных евреев или иудеев В своей среде Все это где-то варилось И в 2003 году Стоило мне попасть в Думу Как уже Уже все Обо мне уже информация была И тут же случилась публикация В которой меня Очередной еврей обозвал Гитлеристом Хотя я никогда и нигде Никаких симпатий в отношении Гитлера Не испытывал И никогда не сочувствовал тем Кто такие симпатии имел И это уже была организованная компания Там два чудака А вспомню еще одного чудака Тоже я тогда не Внимание на это не обратил Это по-моему был 94 год Выборы в Таджикистане И целый самолет общественников Туда отправляли Вот от конгресса русских общин Мы с Сергеем Петровичем Пыхтиным Туда полетели А на этом самолете оказались И вот эти иудейские общественники И тогда там оказался Такая кличка Антифашист Прошечкин Антифашистский комитет В лице его одного Тогда существует Много лет существовал Вот этот человек подошел Ко мне И с такими выпущенными глазами сумасшедшего Со своего двухметрового роста Так свернувшись в виде знака вопроса Заглянул мне в лицо И сказал А вы фашист? Таким вкранчивым голосом И гордо пошел Я усмехнулся и сказал окружающим Что это было Что мы в псевдом что ли приехали Или кто такие Что это за люди Вот Ну и потом этот антифашист Прошечкин Как раз вместе с Александром Бродом Любимым евреем Владимира Путина Писали тогда на меня доносы Ну доносы успеха не имели Были они как всегда абсурдны Но если бы эти доносы были бы написаны сегодня Они были бы приняты к исполнению Потому что вот тот абсурд Который я видел тогда в этих доносах Он ровно так же присутствует В судебных документах Которые я видел неоднократно Те подлоги которые я видел тогда Вот в этом абсурдном документе Которые два этих неуважаемых человека написали Они собственно для меня И ставили еврейский вопрос Таких людей Как общественных активистов В России конечно быть не должно Я не говорю что там в каком-то там президентском совете Как Брод там Несомненно это люди Которые возбуждают рознь Они и сами олицетворяют собой эту рознь И являются источником розни Но теперь эта рознь включена в систему Правоохранительных органов То есть там считается подлог Там считается нормой А логичные суждения являются нормой Потому что это надо Потому что кто-то сказал А вот с этими людьми надо расправиться Вот это надо запретить Вот этого надо посадить То есть произошло то что я позднее назвал Юдизация Юдизация всей правоохранительной системы А на самом деле и всей системы государственной власти Это не значит что там одни евреи Но вот это поведение Которое исходит конечно не от влияния всех евреев На всех чиновников Это и невозможно Это связано с влиянием крайне узкой группы Которая навязывает свое видение И стремится к тому Чтобы нанести максимальный ущерб Как государственности Так и национальному самосознанию русских людей И все это вросло корнями Вот за те годы моих наблюдений За вот этой категорией лиц Произошло Это произошло на моих глазах Хотя предрасположенность к этому уже была И вот этот компонент Интернационально советский Он и в условиях советской власти До 1991 года Пока формально эта вся коммунистическая волна не схлынула Все это было Только это считалось коммунистической идеологией А теперь это выглядит уже совершенно иначе Теперь это выглядит как оккупация страны Тогда это выглядело и пропагандировалось как народное государство А теперь это уже нескрываемая оккупация Причем с целью уничтожения подавляющего большинства русских людей Прежде всего уничтожения их мировоззрения В этом нынешние в кавычках демократы Кремлевские либерасты совпадают с коммунистами Никакой разницы нет Никакого тут шва, зазора Все очень гладко прошло И с тех времен в эти Уничтожение государственности Уничтожение русского народа Напрямую нельзя Потому что будет бунт Будет сопротивление А вот потихонечку стравливать И перемалывать через мясорубку репрессий русских людей И в отвал их куда-то за пределы исторического процесса Это происходит сейчас И это как бы вот окончательно снятие всех преград перед юдизацией И вот я задаю себе вопросом Как случилось так, что мне, русскому человеку Русскому ученому Пришлось заниматься еврейским вопросом И дойти до корней Или попытаться выяснить вопрос Что там у вас Иудеи в Талмуде написано Конечно, я никому не рекомендую И сам не буду этим заниматься Читать Талмуд Это бессмысленно Потому что тот Талмуд, который вам предложат На русском языке Он никакого отношения к тому Что было когда-то основой для формирования мировоззрения И уже забылось и самими иудеями Не имеет Это, ну скажем так, облегченная версия Того, что потом Домысленное переосмыслено десятки раз Поэтому я обратился к этому вопросу Вот только сейчас И, можно сказать, этим я закрываю для себя тему Выходит книга, которую я перевел Книга Иоганна Эйзенменгера Которая 300 лет Она 300 лет назад впервые была запрещена Ну, потом издавались какие-то фрагменты Сокращенные версии Полная версия была издана только после смерти автора В 1711 году Вот версия, которая была в 1700 году Она все-таки до нас дошла Несмотря на то, что тираж был арестован И вот с этой версии сделаны переводы Или сокращенные варианты на немецком языке И перевод на английском языке С английского языка я и сделал свой перевод Далось это мне очень тяжело Потому что староанглийский язык Староанглийское написание В общем, масса цитат из священного писания Которые надо было перепроверять Потому что они в переводе выглядят иначе Чем по какому-то стандарту Кроме как синодальный перевод Другого стандарта у меня не было Жаль, кстати, очень Потому что пора бы уже выйти Современному переводу Который учитывает все ошибки Причем такие намеренные ошибки Связанные с деятельностью библейского общества Исказившего Ветхий Завет Вот тот, который мы Можем сейчас лицезреть в синодальном переводе И с академическим комментарием Я надеюсь, что Занимающиеся этим люди Я их знаю Выпустят все-таки Аутентичный Ветхий Завет Такой, каков он был За несколько сот лет До христианства В общем-то все началось Мои такие более фундаментальные публикации Начались как раз с судебных процессов Где я с удивлением обнаружил Что есть некие эксперты Которые несут полнейшую ахинею Не зная вопросов И есть следователи Которые эту ахинею принимают В дело И есть совершенно очумевшие От безнаказанности судьи Которые делают вид Что в это можно верить То есть антинаучная деятельность Не выясненные до конца Вопросы Не проясненные ни экспертом Ни следователю Ни даже иногда человеку Который что-то там сказал Ему все это не ясно А вот суде все ясно И выносятся Обвинительные приговоры Обвинительные решения И я как эксперт Участвую в этих мероприятиях Со стороны защиты Готовил вопрос И докладывал его И говорил судье Что вот так обстоит дело А не так как написал эксперт Это очень незначительно влияло Надо сказать На судебные решения Может быть они смягчались Отчасти А может быть и нет По крайней мере судебная система У нас полностью разрушена Судей я вообще не считаю За людей достойных Занимать хоть какую-либо должность Не просто официальную А любую должность То есть кроме метлы Этим людям нельзя ничего Вот потому что Подлость просто невероятная Ну и вот я Начал сначала с этого Вот я Сначала когда Возникло обвинение с тем Что А вы вот Оспариваете Нюрнбергский трибунал Что там 6 миллионов Евреев было уничтожено Во время войны И якобы это установлено Нюрнбергским трибуналом Это не установлено Нюрнбергским трибуналом Вот Достаточно было просто Взять текст приговора Нацистским преступникам Чтобы убедиться Что цифра 6 миллионов Там присутствует Но она никем не доказана И нигде не установлена На нее просто ссылаются Где установлено Как установлено Нет Я специально провел Личные подсчеты Но и другие И другие элементы Обмана Сознательной лжи По поводу того Что главными Пострадавшими В Второй мировой войне Являются евреи Я все это дело изучил И следовало У меня появилась Первая книжка В серии Тень беса Холокостер Вот эта книжка Ну Сейчас Она полностью распродана Ее нет Единственный экземпляр Который хранится у меня дома Следующая книжка Вот я ее почему-то Не захватил Книжка посвященная Как раз судебным процессам В том числе Процессам над карикатурами Карикатура до сих пор висит А человек получил Реальный срок За то что Он опубликовал Чью-то карикатуру Неизвестного автора Еще начала 20 века И за это Вот он якобы призывает К Насилию над евреями Там казак с плеткой стоит Хлещет какое-то Крысоподобное существо Ну как раз Ну конечно Это евреи Конечно Причем все Вот Вот это собачья чушь Которая происходит в судах Я вторую книжку В серии написал Под названием Тень беса Юдекс юдум Тоже Ну такое Латинизированное То есть Юдизированный суд Юдизированная юстиция Ну так оно и есть То есть по факту Получается Что Вот такие преследования Абсурдные Происходят И вот Вторая Вторая была книжка Третья книжка Это уже была Исследовательская работа Связанная с историей Преследования евреев Или точнее Иудеев В Европе И отношение Интеллектуалов К тому способу жизни Которые для себя Иудеи В Европе Приняли Это вот была Уже такая Довольно толстая книжка Тень беса Евроюд Ну понятно Из названия Что это такое Здесь я перевел Довольно много Фрагментов Из книг Которые никогда На русский язык Не переводились И эта книжка Тоже закончилась У меня И слава богу Я небольшими тиражами Все это выпускаю Ну надо сказать Что интерес К всей этой тематике Не такой уж великий Чтобы делать какие-то Большие тиражи Но Эта работа Должна быть сделана Должна быть сделана Потому что Как белое пятно Был Так оно и остается Сколько бы там Не писали Ну да Там Дэвид Дюк Написал толстеннейшую книжку Но она не привязана К русскому мировоззрению Это все-таки Книга иностранца Или там Солженицы написал 200 лет вместе Вместе никогда не были Ни 200 лет Ни 1200 Обособленное Совершенносуществование Для Юрийских общин По отношению К русскому государству Русскому народу Всегда было Разобщение 200 лет вместе Ну Я попытался читать Эту книжку Это просто невозможно Ну Такой пересказ Исторической фактуры Без тщательного анализа И я бросил Кому-то это может быть Показалось интересным Или вновь Мне не интересно Не вновь Я сам Это поле Распахиваю Для себя И я понимаю Что к чему Вот Дальше Следующий У меня Вопрос был Я надеялся Что издательство Которое У меня попросило Это сделать О ритуальных убийствах Вот Собрать Материалы У меня У меня в разных местах Были записки Частью Опубликованные Частью Нет Я их собрал В книжку Ритуальные убийства И кровавые наветы Ну Считается Что Ритуальные убийства Это и есть кровавые наветы Я как раз Развернул тематику И сказал Что нет Кровавый навет В другую сторону Направлен Он направлен На те нации Которые воевали Первой мировой войне Во второй Или раньше И вот Везде Как бы Существенный ущерб Почему-то считается Что терпели иудеи Кровавый навет На русских Что они к этому Как-то причастны Что русские Погромы Это кошмар Ужас А когда ты изучаешь Предметно Оказывается Что все Все не так И все извращено Полностью Вся история Вот в изложении Еврейства Вот это Еще раз подчеркну Узкой группы Человека-ненавистников Это полное извращение Истории Полное извращение Истории И немецкий Антисемитизм Который Имеет Достаточно Длительную историю В своих книгах Это я Достаточно Подробно Разбираю В том числе И масштабы Жертв Как с одной Так и с другой стороны Кто-то чужими руками Жертвы организует Кто-то Лично участвует Вот Ну вот Книжка Сложилась То есть Все известные Вся известная фактура Которая Мне была доступна Вся Была исследована В том числе Дело Бейлиса С публикацией Того что Сейчас довольно Трудно найти Это Стенограм Этого дела Ну я только Самые важные Какие-то вещи Опубликовал С анализом Вот Следующая У меня Была книжка Болота 20 века Которая Сейчас Которая У меня Еще есть И ее Можно заказать В ней Собственно Еврейский Вопрос Не исследуется Состояние Веймарской Германии То есть Германии До прихода Нацистов По Публицистике По Либеральной Публицистике Которая Практически Сплошь Формировалась Авторами Евреями Я специально Все фамилии Которые только есть Отыскал Прочел Еврейское Происхождение В Еврейской Википедии Отражено Показано С этим Проблем Нет Но В основу Было положено Тоже Публицистическое Произведение 1930 Года Написано Были То есть Это сборник Статей Написанных В 20-е годы Альфредом Розенбергом Потом В дальнейшем Нацистским Преступником Приговоренным К смерти Повешенным А на тот момент Просто Публицистом И вот Его публицистика Это Какой-то Фрагмент Из Либеральной Прессы И Очень короткий Комментарий Все эти фрагменты Говорят сами За себя И эти фрагменты Как раз Интересны Как Определенный Исторический Срез Вот этот Срез Я сделал И одновременно Сделал Срез Наших Лет И Показал Что Мы живем В Веймарской России То есть Вот в таком же Либералистическом Болоте Которое было И тогда Накануне Прихода Нацистов Власти Что Собственно И Ведет К Некому Прогнозу Если Это Это Болото Кто-то Соберется Сушить То Видимо Это Будут Очень Жестокие Меры И Если Кому-то Очень Хочется Вот этих Жестоких Мер То Беспредел Русофобский Беспредел В России Будет Продолжаться Закончится Это Либо Гибелью Что Более Вероятно Либо Какой-то Вспышкой Которая Может Быть Тоже Похоронит Россию Так Как Нацизм Похоронил Германию Последняя Книжка Которая Сейчас Есть У меня Тоже Тираж Уже Закончился Это Киросевский Критический Разбор Талмуда Книжка Доступна Была И В виде Скана Начала 20 Века Я Перевел Ее В современную Лексику В современную Орфографию Я Написал Большое Предисловие Здесь И Собственно Это Прикосновение К тому Что Иудеи Воспринимают Как Только Своё И Что Нельзя Никому Исследовать Это Их Собственное Дело Мое Дело Это Прикоснуться К Проблеме Как Русскому Человеку И В общем-то Их Единородец Киросевский Вот В этой Книжке Он Уже Достаточно Прикоснулся То есть Мне Достаточно Было Просто Эту Книжку Опубликовать И снабдить Своим Своим Комментарием Тем более Что Там Тоже Он Касается Темы Ритуальных Убийств В Талмуде Этого Нет Могу Сказать Это Точно А Существует Существует Ли Существует Ли Тем Тем Более Завес Талмуд 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 Это Абсурд И Вы Сможете В этом Убедиться Почитав Переводы Изенменгера Уже Переведенные Мной На русский Язык Вот На этом Можно сказать Что я Работу Заканчиваю Еще одну Книжку Хотел бы Выпустить Вторую Часть Изенменгера Такую Уже Более Жесткую Там Где Абсурд Переходит Уже Все Все Границы И Превращается В Открыто Проповедуемую Фобию Античеловеческую Там Еще Русских Речи Нет Талмуд Это Раннее Средневековье О Руси Еще Толком Никто Ничего Не знают Иудеи О Руси Тогда Еще Ничего Не знают Талмудисты Русские Не имели Ввиду Но Потом На основе Того Что Они Тогда Уже Настрогали В своих Священных Текстах Потом Русофобия Конечно Была Фантастической И Об этом Тоже Писалось Многократно Что такое Большевистская Революция Почему В ней Такое Количество Евреев И Иудеев Недавних Приняло В участие Завершая Таким Образом Скажу Что Да Эта часть Интеллектуальной Работы Отняла У меня Довольно Значительное Время Эта работа Проделана Находится В стадии В стадии Завершения Завершения И Больше Я К ней Возвращаться Не буду Потому Что Для меня Тема Исчерпана Мне В этой Теме Ясно Все В том Числе В этой Теме Мне Ясно Безумие Тех Людей Которые Видят В каждом Русском Потенциального Еврея Это Такие Неадекватные Обычно Малообразованные И Очень Тупые Люди Которые Может быть И говорят На русском Языке И Сами Евреями Иудеями Не являются Но Клевету В адрес Русской Истории Русских Людей От них Можно Услышать Легко Как будто Они Как дышат Они Иудействуют Как дышат Вот Примерно Так же Как Вот Эта Секта Которую Я Называю Еврейство Вот Эти Люди Они Входят В эту Секту Незримо И Вот Это Самое Поразительное Что Я Встречаю То есть Чем Дальше Человек От Русской Истории Реально Такой Какой Она Была Чем Дальше Он От Ценностей Наших Предков Такие Какие Они Были Безусловно Православные Безусловно Монархические Самодержавные И Тем Ближе Он Вот К этой Секте И Высказывания В адрес Русских Людей Там Политиков Мыслителей И Оценки Русской Истории Оценки Русского Мировоззрения Прежде всего Русской Православной Веры У этих Людей В точности Совпадают С самыми Отпетыми Русофобскими Высказываниями И Это Явление Несомненно Связано С тем Что Это Это Возможно Это Не Осуждается И Это Уже Стало Некой Извинительной Нормой Что Вот Человек Идиот И Подонок Но С ним Можно Продолжать Общаться Потому Что Таких Много Если С ними Не Общаться То Вроде Как С Кем Еще Тогда Общаться Моя Установка Такова Я Не Общаюсь С Жидовствующих И Вот Это Современная Ересь Которая Отрицает Христианство Отрицает Русскую Историю Дореволюционную Отрицает Тип Русского Человека По сути Дела Нашего Предка И Утверждает Совершеннейшую Дичь То Чего Не Могло Не Может Быть Но В Воображении Фантастическом Воображении Этих Невежд Сгущается В Некие Образы В общем-то Для Палаты Сумасшедших Эти образы Все И вот Пусть эти люди Пусть эти сумасшедшие Общаются между собой Вот Так же как и Русофобствующие Иудеи Это у них Своя секта Вот пусть эти Русскоязычные Россияне Которые ненавидят Россию У них Своя секта Русскоязычные Или нерусскоязычные Еврейства Которые ненавидят Россию И русских Людей Такими Какими Они закреплены В истории Это еще Одна секта Эти две секты Друг другу Никак не противостоят А их Клевета В адрес Россия Русских Абсолютно Одинаковая На одинаковых Основаниях И с одинаковой Интенсивностью Даже может быть Больше сейчас Вот была Интенсивность Вот этих Иудействующих Евреев Более Мощно Представлена Там в 90-е 2000-е Года А сейчас Это Вот эти Русскоязычные Россияне Всякие там Вредноверы Родноверы Ведисты И прочее Шушера Вот с ними Нам Русским Людям Общаться Не нужно То есть У человека Если съехало Мировоззрение Туда Во-первых Оттуда Возврата Нет Все Упал туда Уже Не вернешься Если только Чуть-чуть Засомневался То все Соскользнуло И ты там Уже Среди Русскоязычных Россиян Вот так или иначе Нам нужно Формировать Русское Мировоззрение Русский взгляд И на этот вопрос Которому Больше двух тысяч лет И вся человеческая история Пропитана Еврейским вопросом Не потому что Евреи Вот такие Гениальные А потому что Это вопрос О добре и зле И кому-то Очень хочется Быть адвокатом Дьявола Во всей человеческой Истории Такие люди Находились Поэтому Вопрос Требует Осмысления Рассмотрения Я свою работу Сделал Кто-то Может быть Ее продолжит И слава богу И если Это продуктивно Скажется На русском Мировоззрении Которое должно Отбросить Все эти Ереси Жидовствующих На современном Этапе То и слава богу У меня уже Конечно Мало Надеств Что К нынешним Поколениям Вернется Рассудок И уважение К своим предкам Но Для будущих Поколений Есть смысл Работать Слава Руси Господи Спаси